приветствую вас дорогие друзья и братья и сестры благодарность господу мы имеем возможность быть опять в доме его и слышать слово его когда знаешь что тебе надо говорить слово почему-то в этот день особо переживаешь и сегодня когда на работе был и возвращался домой вот и все мысли в голове ты пытайся чтоб не забыть передумаешь слово какое ты хочешь сказать какой пример и и одна мысль пришла думаю братья когда раньше проповедовали именно чуть чуть легче было их не записывали все время если ты даже что-то сказал люди потом забыли и забылась здесь или аудио или видео запишут потом уже не отмажешься друзья мы с вами прочитаем сегодня в начале два места священного писания это всем знакомые два текста первый записан и евангелие от матфея 13 глава с 24 стиха притча которую сказал иисус христос другую притчу предложил он им говоря царство небесное подобно человеку посеявшему доброе семя на поле своем когда же люди спали пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел когда взошла зелень и показался плод тогда явились и плевелы придя же рабы домовладельцы дома домовладыки сказали мы господи не доброе ли семя сеял ты на поле твоем куда же откуда же на нем плевелы он же сказал им враг человек враг человек сделал это арабы сказали мы хочешь ли мы пойдем и выберем их но он сказал нет чтобы выбирая плевелы вы не выдергали вместе с ними пшеницы оставьте расти вместе то и другое до жатвы и время жатвы я скажу жнецам соберите прежде плевелы и свяжите их в связке чтобы сжечь их а пшеницу уберите житницу мою и второе место в этой же книге седьмая глава 21-22 стих не всякий говорящий мне господи господи войдет в царство небесное но исполняющий волю отца моего небесного многие скажут мне в тот день господи господи не от твоего ли имени мы пророчествовали и не твоим ли именем бесов изгоняли не твоим ли именем многие чудеса творили и 23 стих и тогда объявлю им я никогда не знал вас отойдите от меня делающие беззакония это особый стих для меня потому что когда ты растешь христианская семья и когда ты с детства слышишь слово слышишь библию ты посещаешь собрание то каждый раз когда я натыкался на это слово я всегда думал кто это боже мой почему многие скажут сегодня нету недостатка в слове в проповедях размышляя я думал можно питаться каждый день духовной пищей сегодня есть библия в разных форматах есть аудио библия есть в разных переводах хоть в английском хоть в русском не кончаемое количество проповедников хоть на youtube хоть на онлайн русские американцы миссионеры ты можешь слушать проповедуется слово во все края земли но мир не становится лучше он не стал лучше почему-то задумался когда иисус христос уходя с этой земли сказал ученикам идите проповедуйте евангелие до края земли вот время в которое мы живем вот это случается мне говорят уже почти что нету того места где не проповедовалось слово позже уже нету почти что того наречия на которой не было были приведена библия уже всем провозгласили столько много христиан почему же ты скажешь что отойдите от меня многие я никогда не знал вас сегодня начисление земли самое огромное то есть говорят что во время иисуса христа когда он был на земле приблизительно было около 200 миллионов людей то сейчас это семь с половиной миллиардов людей огромное количество каждый год 150 миллионов умирает каждый год ежедневно 56 тысяч людей уходит в вечность один миллиард мусульман почти два миллиарда христиан называющихся каждый день рождаются новые религии каждый день люди открывают церкви делают евангелизации что-то проповедуют говорят но мир не становится лучше почему христос сказал многие скажут мне в тот день друзья огромная трагедия вот этого места священного писания что она говорит о нас она говорит о тех людях которые всю жизнь знают господа но они живут в обмане они обмануты религии обмануты своей жизнью это не говорится о мусульманах это не говорится о индуистах знаете если ты думаешь и ты всегда в голове фильтруешь думаешь ну слушай ну наверное харизматы ну почему ну самое сильно как бы кричат там или еще что-то ну как возрастая как ребенок ты думаешь что это какая-то другая конфессия да ты думаешь ну может писятники ну почему ну научили вот они на языках непонятно что у них все люди которые именем иисуса христа творили чудеса которые у них не было сомнения они они были шокированы для них это был сюрприз они говорят как мы же делали мы же все как бы все подходим по критериям он говорит я вас не знал отойдите от меня как различить сегодня какой критерий отношусь я знаете если сейчас спрошу у вас у вас было такое когда вы задумывались во всей вашей жизни вот спасен ли я сегодня если моя жизнь сегодня окончится когда вы поругались с родителями когда вы высказали что-то мужу или жене когда вы упали в искушение согрешили как узнать в числе ли я этих людей или нет обмануть ли я или нет в этой же главе от матфея в 7 главе он говорит чуть чуть ниже он говорит помните это песня которую мы детям учим самого детства один построил свой дом на песке да и они показывают и он говорит проблема в том что мы слушаем мы ходим сюда годами с пяти лет я хожу в детский хор с 13 лет в молодежи в 16 лет крестился когда я вступил на путь когда я начал идти за христом когда я осознал когда я понял это господи прости грешник я ничего не стоящий тогда ли это было когда я крещение принял нет это было позже слушают но не исполняют заполнен простор интернета церкви на каждом углу тебе не нравится иди в другую тебя в этой отлучили пойди в другую там можно развод там тебя примут пожертвуй и все нормально наши отношения слушать и исполнять мы приходим в дом божий изо дня в день из недели в неделю братья готовят слово присвятира дьякона мы слушаем это но не всегда исполняем людям часто нравится атмосфера пятница трудовая неделя закончилась пришли в дом божий сели удобненько дождик идет гимн хороший спели отдохнуть просто выслушать и исполнить волю божию а говорит те которые построят которые слушают и исполняют у них будет дом на камне давайте посмотрим с вами на сито духовное предлагаю и попробуем определить сейчас в трех критериях те которые с господом мы посмотрим с вами первая и она 3 глава 9 стих первая критерия в вашем сердце сегодня о которой вы знаете что я не в числе этих людей которых господь скажет я никогда не знал вас это ваше отношение ко греху если вы сегодня заглушаете в вашем сердце грех в вашей жизни грех вы его лелеете вы с ним заигрываете вы не считаете грех за грех это большой вопрос куда вы идете сегодня 9 стих всякий рожденный от бога не делает греха потому что семя его пребывает в нем и он не может грешить потому что рожден от бога скажите как же это так все согрешают у всех бывает да в этом месте говорится о том что человек не пребывает в каком-то грехе ты знаешь ты знаешь что это грех и сознательно в нем пребываешь если семя в тебе если господь тебя родил если он тебе дал нового человека он тебе дал новое ты другой ты не тот кто ты был ты не можешь пребывать во грехе протестируй себя понимаете друзья если я не пью а выпью ну выпью ну ну я не пребываю во грехе ну выпил раз нормально ну я не живу во блуде да ты говоришь I'm ok I don't have a girlfriend я не живу с ней как сейчас да ну изредка ну раз в месяц но ты же не пребываешь во грехе это самообман вот это и есть заглушение это потихоньку умоляешь это сам себя уговариваешь написано рожденный от Бога не делает греха потому что семя его пребывает в нем это не значит что ты не согрешишь это не значит что ты никогда не упадешь в своей жизни но праведник встанет покается и пойдет дальше потому что об этом слово говорит отношение наше ко греху второе этот же самый Иоанн вторая глава первый стих это к этому же относятся дети Моисея пишу вам чтобы вы не согрешали как бы он говорит что рожденный не грешит а здесь пишет дети Моисея пишу вам чтобы вы не согрешали а если кто бы согрешил то мы имеем ходатая пред отцом Иисуса Христа праведника как ты можешь не согрешать сегодня ну как ты можешь спокойно сегодня прийти и лечь спать и тебе не в чем покаяться перед Богом Господи все хорошо все нормально ни одна мысль не просвистела ни лишнее слово не сказал хочешь делать доброе не делаешь грешишь как мы можем не согрешать и мы путаемся часто в этом а какая разница как если я согрешаю а я там или Господи ты никогда не знал меня какое-то время назад может быть с полгода назад я имел разговор с моим близким человеком он сын верующих родителей который в свое время уже успел наделать делов уже уже все ушел из дома попробовал это попробовал то наркотики подружка все все как все как хорошо в этом мире все как положено как у нормальных там но не здесь и придя потом покаявшись к Богу мы разговариваем по телефону говорит Тим говорит я говорит я не могу доверять никому чтобы исповедовать свой грех у москуча пастырей говорит I can't trust nobody I can't confess я долго думал об этом а потом поделился с другим пастырем из нашей церкви я могу вас успокоить это было не в нашей церкви а имел разговор с нашим человеком он говорит Тим а служителя тоже люди декана певцы пастыря они тоже люди кто не согрешает ты когда растешь в христианской семье у тебя часто создается иллюзия что ты можешь достигнуть какой-то высоты планки и вот он ты святой когда ты выйдешь сюда на кафедру когда ты будешь петь когда ты поедешь на миссионерские поездки как будто бы тебя это сделать ближе к Богу что ты что перестал согрешать нет из-за этого мы должны смотреть на Иисуса Христа не смотреть на людей смотреть на Христа чтобы он наш был образец наш идеал я всегда говорю когда разговариваешь с молодыми которые женились недавно или которые покаялись недавно я говорю вы что думаете у вас все так хорошо будет или у вас хорошо в семье было всегда или у меня всегда хорошо сто процентов всегда будет perfect это не так жизнь не так устроена придут бури написано подуют ветра и дом те которые слушали и исполняли устоит а те которые слушали и не исполняли развалится знаете проповедник из Сергея Гаврилова помните он приезжал к нам такой горит брат он говорит знаете разница между овцой и козой говорит овца она слушается а коза говорит только слушает не исполняет нету идеалов их нету лет восемь тому назад девять тому назад мы всегда слушаем христианское радио едешь в машине у нас всегда кейлов если не кейлов второе в FM и помню по утрам всегда было шоу так шоу то есть разговор как бы люди общаются звонят можно общаться и муж с женой вели этот шоу Джан и Шерри и у них такой слоган был как бы как девиз marriage made in heaven как бы брак который состоялся в раю так все хорошо так все у них ити-ти-ти-ти и они разговаривают и шутят и вот смеются и песню поставят вовремя и месяц и два и три проходит полгода я что-то не слышу по утрам это шоу what happened а что такое почему перестало я всегда слушал это шоу мне нравилось а потом говорят вы молитесь за них а у них брак развалился есть идеальные семьи или нам нужен Христос есть идеальные служители сегодня или нам нужен Христос искренне покаяние понимать что ты ничтожество ты ничего не достой мы только упываем на жертву Иисуса Христа следующая критерия любовь к его слову любовь к его заповедям тот же самый Иоанн пишет 2 глава 3 стих а что мы познали Его узнаем из того что соблюдаем заповеди Его кто говорит я познал Его но заповеди Его не соблюдает то лжец и в нем нет истины а что мы познали Его если мы знаем Господа Бога значит мы должны любить Его Слово опять возвращаясь к Матфея любить слушать и исполнять читать Слово не уничижать Его о благодать все можно нет любить Слово соблюдать хранить заповеди если Господь живет в нас это натурально да ты не можешь себя научить все сразу не приходит все сразу ты не можешь просто завтра проснуться ты никогда не читал постоянно Библию а завтра проснулся и ты читаешь Библию каждый день нет ты заставляешь ты себя приучиваешь ты делаешь так же самое любить Слово любить соблюдать Его это не случается за ночь раз проснулся все не любил читать сейчас люблю читать это не случается и третье любовь и отношение к ближним четвертая глава седьмой стих это большой возлюбленный будем любить друг друга потому что любовь от Бога слушаем внимательно смотрите и всякий любящий рожден от Бога мы на разборе разбирали фессалоникийцам и там написано нет нужды вам писать о любви потому что они преуспевали Господи как это можно мы все друг друга любим ну хотя бы в нашей семье в нашем собрании я не говорю сейчас о церкви Христа я говорю о нашей поместной церкви город Стоиткалыч мы проходя в коридоре друг другу навстречу мы смотрим в глаза друг другу не только в пятницу а в воскресенье когда нас много мы можем сказать приветствую тебя брат приветствую тебя сестра мы можем друг друга не избегать мы можем научиться решать наши проблемы вне суда вне каких-то отношений разборок мы можем любить друг друга не словом а делом испытываем мы себя через вот это сито просеиваем мы себя Господи у меня отвращение ко греху я его ненавижу и если я упал то я встал и пошел Боже я люблю Твое слово дай силы мудрости читать его познавать изучать и укрепи помоги мне любить ближних моих здесь у нас многие скажут мне в тот день Господи Господи нет воли мими пророчествовали и не Твоим ли именем бесов изгоняли и не Твоим ли именем многие чудеса творили он скажет я никогда не знал вас друзья этот стих его можно взять и красным закрасить потому что он актуальный сейчас модно быть даже христианином сейчас модно сейчас как бы это нормально ну ты на Пасху у тебя есть куда сходить у тебя на Рождество есть куда сходить в России все православные все о православии говорят на национальном телевидении Трамп нас поздравляет с Пасхой с Ханикой все христиане вот эти многие они вот и организуются вот эти многие их очень очень много он говорит много званых но мало избранных многие это не критерия по которой мерится Господь наш широкие врата или узкий путь и кто куда идет друзья мои дорогие у нас будет время для молитвы просто давайте задумаемся проверим себя просто проверим себя мы должны проверять себя из-за этого столько предупреждений испытывай себя человек когда вечеря апостол Павел пишет Тимофею исследуй себя и Писание себя самое легко исследовать кого-то вот говорит это Тимофей ух ты вот этому брату это как раз сейчас звучит или вот это сестре испытывай себя исследуй Господи на правильном ли я пути знать это благословит нас Господь Ему за все слава Аминь помолимся спасибо спасибо Продолжение следует...